На новогоднем столе, конечно же, должны быть различные напитки. И вместо того, чтобы покупать привычные соки промышленного производства, мы вам предлагаем приготовить вкусный и полезный напиток медовый. Людмила, как мы будем готовить этот напиток? Ну, наверное, мы сначала с вами приготовим сироп и подготовим сухофрукты. Сухофрукты необходимо перебрать, помыть и замочить минут на 20, чтобы они стали мягкими и вкусными. У нас закипела вода, мы добавляем сахар и потом будем закладывать сухофрукты. Здесь есть особенность, если это яблоки и груши, то мы их будем закладывать чуть позже. А почему яблоки нужно закладывать позже? Ну, время варки у каждого сухофрукта свое, поэтому вот мы сейчас добавили туда сушеные абрикосы, доведем до кипения и добавим яблоки и груши. Все это вместе мы проварим минут 10 и оставим охлаждаться для насыщенного вкуса на 2-3 часа. Итак, наш медовый напиток постоял определенное время, теперь мы его доводим до вкуса. Необходимо процедить. А что мы еще можем сделать с сухофруктами, которые у нас остались? Ну, знаете, в предприятиях, конечно, его никуда нельзя использовать, ну, а дома можно использовать для, ну, просто детям дать покушать, можно в пирожки что-то использовать, булочки с ними испечь. Ну, и теперь в наш напиток, раз он медовый, добавляем мед. Последний аккорд нашего медового напитка – это красное вино. Напиток медовый готов и переливаем в графин. Людмила, а какие еще напитки готовили к новогоднему столу? Ну, это были напитки брусничный, клюквенный, может быть, даже из черноплодной рябины можно было приготовить и яблоко. То есть разные напитки. Наш медовый напиток готов. Готовят его просто, быстро. Запоминайте рецепт, радуйте своих близких. И готовьте с удовольствием. Уверены, ваш новогодний вечер будет чудесным, сказочным и по-настоящему вкусным. Медовый напиток. В кипящую воду добавьте сахар, добавьте сушеные абрикосы, доведите до кипения, добавьте яблоки, груши и варите 10 минут. Охлаждайте 2-3 часа и потом процедите напиток. Добавьте в напиток мед, вино и перемешайте.